Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Во-первых, разрешите поблагодарить организаторов конференции, а также Президиум за возможность сделать доклад и рассказать о результатах своей работы. Собственно говоря, тема моего доклада – это биораспределение экзосом. Нас интересовали, собственно говоря, как различные режимы введения, так, собственно говоря, экзосомы из разных источников. Эксперимент мы проводили на мышах. Давайте продумаем. Я думаю, про экзосомы, их значимость в терапии я рассказывать не буду. Я начну сразу же с работ, которые посвящены биораспределению экзосом и различным способам исследования этого биораспределения. Тут. А, вот. Собственно говоря, основная часть работы – это обзор 2017 года. Он, конечно же, неполный, но достаточно характерный, как мне кажется. Собственно говоря, экзосомы также из разных источников. Понятно, что люди смотрят, как правило, те объекты, с которыми они работают и которые им интересны. Мечения, как правило, это красители. Режимы введения основные – это внутривенное введение, подкожное введение. И, я так полагаю, в плешную полость еще вкалывают, ну, буквально несколько работ. Перорально это экзотика тоже делают. Я так полагаю, в работе не очень качественно это описали. Видимо, зондирование проводили экзосомами. Малая часть работ, вот я их специально выделил, используют радиоактивное мечение. Это медицинский изотоп Индии 111, период полураспада трое суток. Но он достаточно ходовой, под него понятны методики, собственно говоря, его используют. И 125-й йод, про него я чуть побольше расскажу попозже, потому что я работаю с этим изотопом. И, собственно говоря, покажу свои результаты. Собственно говоря, что получаем в результате обзора вот этих всех статей? Я это взял, таблицу из статьи, а вот тут добавил свое, чтобы было видно, что всюду, всюду детектируются экзосомы в печени. При том, что разное время. То есть здесь 4 часа, 24 часа. В этих работах достаточно сложно сказать, сколько часов. Оно разное количество времени. Ну, 2, 3, 6, 12 часов. Вполне характерные вещи. Проблема с красителями заключается в том, что обнаружение экзосом там происходит, ну, путем прямого наблюдения готовится препарат органа, либо он помещается в пробирке в систему спектрометра, например, и проводится детекция. Там не проводят, как правило, сравнение с кровью. Тогда как у нас в стране, ну и вообще, мне кажется, много где принято считать биораспределение, как отношение дозы в крови к дозе, накопленной в органе. Собственно говоря, так делают вот только в работах с изотопами, вот конкретно в этих статьях. Вот. Головной мозг, собственно говоря, то, с чего мы начали свою работу, нам было интересно, можно ли какими-то способами подобрать экзосомы так, чтобы они попадали в ткани головного мозга. Собственно говоря, только одна работа здесь показывает, что накопилось в головном мозге. Это пероральное введение экзосом, полученных из молока. Что как бы странно, конечно. Я не понял, откуда они взяли этот объект. Ну, то есть, понятно, откуда задача взялась. Но, тем не менее, вот, видимо, если пить молоко, то экзосомы из молока могут попасть в головной мозг. Вот. Ну, продолжим, да. Это, ну, казусы какие-то, да. Собственно говоря, какой у нас был объект? Экзосомы, выделенные из плазмы крови человека и плазмы крови мыши, собственно говоря, их любезно выделяла Татьяна Штамм. Ну, соответственно, процедура выделения такая же, как описывалась доклад назад. Все экзосомы предварительно измерялись на НТА. Существенных отличий в распределении по размеру и в концентрациях не было обнаружено. А меченый экзосом, в отличие от, собственно говоря, вот этой работы, здесь йодом метился белок, который специфично связывался с некоторыми экзосомами из того пула, который в итоге вводили животному. Мы шли по другому пути. Мы не метили пептид, мы метили непосредственно экзосом. Объясню, за счет чего. Собственно говоря, процедура какая. Так как исходно радиоактивный йод попадает к нам из института Хлопина в виде едида натрия, то мы проводили процедуру изотопного обмена. В итоге мы чуть, ну, в 10 раз уменьшали удельную дозу, но зато получали свободный йод радиоактивно меченый. Вот, собственно говоря, полученную смесь едида натрия и йода инкубировали с экзосомами в течение одного часа, либо просто инкубировали, либо инкубировали с ультразвуком. Затем полученную смесь после часа центрифугировали в омиконах до тех пор, пока та доза, которая останется на фильтре, то есть экзосомы, не будет превосходить ту дозу, которая будет отфильтрована, ну, в 10 раз хотя бы. Ну, в итоге получалось даже лучше отношение. Ну, и перед введением животных весь объем промерялся на синтетизационном счетчике, и, соответственно, мы знали, сколько ЦПМов суммарно мы вводим каждому животному. Собственно говоря, процедура изотопного обмена – это достаточно старый, может быть, один из древнейших способов получения, собственно говоря, молекулярного радиоактивного йода из соли. Первая публикация – это Академия наук 50-го года. Это вот, собственно говоря, где ее можно достать сейчас. Это ЦРУ рассекретила свои архивы, и там эта статья вот есть. И ее, кстати, рекомендовал к печати Академик Николай Николаевич Семенов, он через 6 лет получит, через 6 лет после 50-го года, получит Нобелевскую премию по химии. Вот, то есть это такая интересная очень вещь. А йод, собственно говоря, очень удобный объект. Период полураспада 60 суток. При нормальном PH молекулярный йод входит в кольцо тирозина, и при этом с ним достаточно долго работают уже. Не выявлено существенных влияний на конформацию, на активность, изменение активности. Йод – один из таких очень неплохих способов мечения, допустим, антител. Он широко применяется до сих пор, его можно смотреть в ПЭТе потом. Ну, в общем, достаточно удобный объект. Первый возникший вопрос у нас – что лучше нагружать или метить экзосом? Поясню. Нагрузка экзосом – это инкубирование экзосом плюс озвучка. То есть у нас йод связывается не только с белками на поверхности экзосомы, но и входит во внутреннюю полость экзосомы. Мечение экзосомы – это инкубирование без ультразвука, и, соответственно, у нас происходит связывание йода только на поверхности экзосомы. Мы видим, что при добавлении ультразвука, ну, вот конкретно на экзосомах человеческих, которые мы брали из плазмы крови человека, эффективность несколько увеличивается. Мечение – это ЦПМ, взяты. То есть такая относительная величина в данном случае. Но при отработанном протоколе, то есть последней нашей процедуры мечения, мы полгода более-менее плотно занимаемся этим вопросом, получилось, что у нас на экзосомах 1,2 миллиона ЦПМов – это то, что мы потом будем вводить животному. Этого более чем хватает для качественного счета, и это является конкретно уже пределом чувствительности нашего прибора, который мы измеряем, это Трикарп, Перкин, Элмер. Собственно говоря, модели у нас беспородные самцы, самки Сибей, взяты самки Сибей, потому что мы хотели посмотреть еще биораспределение у животных с опухолью. Ну и режимы введения, что брали. Ну и, собственно говоря, доза в крови через 2 часа после введения и через 12 часов после введения. Это важно, потому что мы на эту дозу потом будем нормировать те показания, которые мы детектируем в приборах. Это наш первый опыт. Мы взяли экзосомы человеческие, пометили их йодом 125, взяли йод 125, вот тот, который метили, и ввели двумя способами, собственно говоря, мышам, это внутривенный и интерназальный способ введения. Получили некоторые отличия. Можно посмотреть еще раз. Тут в каком-то смысле интерпретации конкретно полученных результатов будет мало, потому что вот так оно как получилось. Единственное, здесь есть очень пикантная вещь, вот очень высокая доза в сердце получилась, ну, относительно высокая. Это связано с тем, что некоторые органы, еще раз, доза в крови, она 100% здесь. Я просто не стал показывать. Если сердце не отмыть, то есть сердце нужно достаточно подробно разрезать и отмыть от всего, чтобы эту дозу сбросить. На самом деле сердце практически не копит экзосомы, ну, дозу экзосомы туда практически не попадают. Вот дальнейший наш эксперимент. Мы взяли экзосомы человеческие, экзосомы мышиные, собственно говоря, выделенные у мышей той же линии, которым мы это потом выводили. К моему удивлению, мы не обнаружили достоверных отличий в биораспределении экзосом, которые являются, ну, фактически чужими, человеческие экзосомы для мышей и больпси будут, понятно, чужеродными. Вот на времени 2 часа отличий нет. Возможно, нужно было смотреть дольше. Сейчас к этому будут определенные основания. То, что нас интересовало в большей степени, это как экзосомы попадают в мозг. Достаточно сильно пришлось отработать процедуру. Там есть существенные подробности, связанные с тем, что при интерназальном введении мы, в принципе, вводим и другие концентрации, и другие объемы, потому что, ну, если внутривенно я могу мыши ввести, это, наверное, не очень будет соответствовать клиническим, доклиническим рекомендациям, ну, там и полкубика можно ввести, то интерназально 10 микролитров, и мышь уже будет фыркать очень сильно. Это, ну, там, на два порядка фактически отличающиеся объемы. И от этого, на самом деле, много что скачет. Но мы показали, что при интерназальном введении у нас получается, ну, практически в 2 или в 3 раза более эффективно доставлять экзосомы в головной мозг. Это, тем не менее, это небольшая относительная доза. Там вот, если дальше мы сейчас пройдем. Вот, смотрите, это уже 12 часов. Тем не менее, головной мозг, вот он все равно, он хуже всех. То есть тут никаких сомнений нет, он всегда хуже всех. Ну, можно работать над тем, чтобы туда попадало вот все-таки достаточное количество экзосом. Отрабатывать протоколы и, возможно, как-то сепарировать экзосомы. То есть, возможно, из всего пула, который мы вкалываем, ну, или там, вводим интерназально, только часть экзосом может быть с какими-то определенными размерами, может с какими-то рецепторами на поверхности. Только часть попадает. Возможно, для этого нужно будет метить не целиком экзосомы, а действительно связывать, метить какой-нибудь антитела специфичные, там, к маркерам на поверхности экзосом, метить экзосомы, часть из тех, которые мы вводим, и уже смотреть, вот они попадут или нет. Ну, это дальнейшее развитие работы. Здесь интересно, что через 12 часов у нас все оказывается, ну, не все, доминанта доза оказывается в селезенке. Это интересно, потому что, как вот на двух часах я показал, что мышиные и человеческие экзосомы не имеют отличий в биораспределении, а на 12 часах у нас, и тут, к сожалению, мышиных не было просто, у меня уже дозы не хватало. Вот. А на 12 часах дозой экзосомы оказываются в селезенке, при том, что в очень, как бы, хорошем соотношении, 1 к 4,5 по отношению концентрации крови, это прям почти специфично накопились. При том, что существенных отличий конкретно вот в этом накоплении между животными с опухолью и животными без опухоли их не было. Здесь тоже вот есть, допустим, в сердце вот такая высокая доза. Но это связано с тем, что одно животное из четырех показало, ну, оно практически вывалилось из статистики, но тем не менее я его оставил, потому что на это нужно обращать внимание. Пока что невозможно это подтвердить или опровергнуть, но, видимо, если у животного есть какое-то воспаление, то это, конечно, существенно влияет на биораспределение экзосом. То есть, может быть, это я не отконтролировал на этапе введения в группы. Так, у меня 14 секунд осталось. Ну и, собственно говоря, у меня презентация закончилась. Все, спасибо большое за внимание. Так, если есть какие-то вопросы, то готов на них ответить. Спасибо большое. Павел Петрович. Здравствуйте. Павел Петрович. Семьерская, скажите, почему смотрели ли вы утечку йода к сыворотке? Это раз. Потому что этот вопрос очень принципиальный. И, во-вторых, зачем вы использовали этот метод? Есть куча методов введения йода. Это хлорамин. Лактопероксидазный метод вмечения поверхности. Это реагент Болтона Хантера. Это йодогены современные, которые продаются, стоят 3 копейки за ведро. Это методы, которыми вы реально вводите йод в белок. Вам не обязательно нужен окислитель, чтобы пометить ароматическую группу. Иначе вы йод туда не введете, он у вас будет просто ассоциирован. И он может обмениваться. Поэтому зачем? В первую очередь, конечно, важна утечка. И почему был выбран такой метод? То есть нужно съездить, например, в Пекин, и вы садитесь на форт 30-го года и едете. Это, конечно, круто, но зачем? Можете объяснить? Да, собственно говоря, с хлорамином, разумеется, ну вот мы работаем при мечении белков с хлорамином. Я, честно говоря, не уверен. То есть хлорамин – это достаточно сильный окислитель все же. Можно с хлорамином, белок, я думаю над тем, чтобы пометить, это, разумеется, почти все выдерживает, работать можно. Но с молекулярным йодом тоже работать, в принципе, можно. Так как, еще раз говорю, вот у меня из той химии, которая у меня под руками сейчас есть, и это хлорамин, я побоялся просто. Просто побоялся, что он может существенно повлиять на экзосом. То есть он, ну, это радикально достаточно воздействует. Извиняйся. Нет, 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 я понимаю. То есть мне кажется, что у вас прекрасная метка, за ней можно замечательно следить. Это совсем не то, что там, скажем, тот же тритий, да, с которым работа существенно сложнее. Вы напрямую измеряете радиоактивность, все замечательно. Но мне кажется, что как-то с методологией вам надо все-таки немножечко поработать. Потому что она очень древняя и очень подозрительная. Особенно учитывая то, что у вас в сыворотке там почти 100 миллиграмм в миллилитре белка. И у вас как бы реакция обмена может идти по, ну, по большому количеству разных вариантов. Да, мы как раз обсуждали. И вот вопрос утечки, вы ее смотрели, утечку? А что вы имеете в виду? Ну, это стандартный термин, который используется при работе с радиоактивностью и смечением, радиоактивными препаратами чего-то. Это потери радиоактивности во времени. Поскольку у вас непонятные комплексы формируются, то возникает вопрос, насколько они стабильны. Насколько они стабильны в физрастворе и, например, в растворах, в которых есть объекты, которые могут обменивать йод. Нет, это я не смотрел. Ну, вот в этом случае у вас может просто идти утечка. У вас может эта радиоактивность обмениваться совершенно по механизмам, не связанных с наличием экзосом вашей смеси. И это очень принципиально. Да. Ну, опять же, то, что я обсуждал эту методологию, собственно говоря, на зимней школе с Деевым Сергеем Михайловичем. Он в целом одобрил этот подход. Но посоветовал несколько публикаций, действительно, где показывают, что йод, там, самым разным способом привязанный к белкам, антителам, он в любом случае работает трейсером, да, в любом случае этот обмен происходит, он в любом случае слетает. Ну, в целом... Да. 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 Ну, тем не менее, еще раз, как бы готов публикацию показать. Я просто очень много его занимался, как раз, работой с йодом, и вечером с йодом, и я его очень хорошо знаю. Ну, отлично. А, небольшой у меня вопрос. Ладно, тогда я продолжу свой вопрос. У меня вопрос. Вот Вы обрабатывали экзосомы ультразвуком. Вы говорите о том, что больше было включение пометки, да? Да. А Вы с помощью трансмиссионной электронной микроскопии оценивали потом целостность мембран этих экзосом после обработки ультразвука? Нет, мы НТА смотрели. Ну, дело в том, что у Вас, возможно, Вы потом уже просто вводили мышкам, грубо говоря, меченые пузыри, да? То есть, у Вас, возможно, просто экзосомы теряли все содержимое. Это, конечно, возможно, да. Но, с другой стороны, нагрузка ультразвуком, она, ну, более-менее стандартная методика, опять же. Понятно, но все-таки, вот, я думаю, Вам, если Вы готовите тем более публикацию, это будет один из вопросов рецензентов. Можно заранее просто, если сделать этот небольшой эксперимент, то облегчить публикацию. Нет, у меня всяких сомнений, что, как бы, еще раз, методически работа, она, ну, как бы, меняется от января месяца до июня, например. Это да. Да, наверное, это нужно отконтролировать. В целом, вот, утечку йода нужно посмотреть. Утечку, целую связь. И еще вопрос. Вот, например, сколько ЦПМов у Вас, вот, соответствует количеству экзосомов? Вы вводили, там, 10-6 ЦПМ. А сколько-то в количестве экзосомов? Как вот, была реклама, сколько вешать в граммах? Я понимаю. К сожалению, я пытался, собственно говоря, количественно все это сделать. На данный момент у меня как-то оно не сошлось. Возможно, это из-за того, что… НТА нужно сделать после мечения. А? НТА после мечения сделать. Разумеется. Так нет. Еще раз, это есть. Я просто… В общем, пока что оно, ну, не получается линейно там прям совсем хорошо сделать. Возможно, где-то там есть вот, ну, что-то нужно лучше понимать. Допустим, ультразвуковая нагрузка для экзосом разных типов, она вот прямо сильная, там, на порядке отличаются результаты. То есть, на порядке, по-другому, как бы, больше йода входит. То есть, на поверхности там было, допустим, изначально 400 ЦПМов, после озвучки стало 3000. Ну, то есть, это в несколько раз йода, ну, метки стало больше. Ну, вот. Над этим нужно работать и, к сожалению, пока что, ну, не получается вот это все воедино свести, не так много материала. Вот. Ну, и к тому же, йод там уже три периода полураспада у него прошло с момента появления. Это тоже существенно влияет на то, что, ну, вот линейность и количественное измерение на нем проводить все сложнее и сложнее становится. Угу. Спасибо. Параметры ультразвука, скажите, пожалуйста, какие были? Честно говоря, это я вам… Ни частоту, ни плотность, мощность… Не помните. Не знаешь? Ну, просто… Понятно. Ну, можно уточнить, конечно. Спасибо. Алексей, вы передумали уже спрашивать? Да. А, все. Угу. Еще такое, значит, тоже, как бы, маленькое пожелание. В таких работах обычно нужно делать какую-то нормировку. Вы вводите радиоактивную метку в один препарат, потом в другой. И, как бы, они же должны быть нормированы, они должны быть, метка должна быть нормирована или на количество белка, или на количество экзосом, да, вот как Светлана Николаевна говорит, по омеренных методам НТА, потому что в противном случае, да, эксперимент сравнивать нельзя. Разумеется. Разумеется. Еще раз. Мы это проводим, но внутри каждого эксперимента и между экспериментами у меня пока не получается, ну, не все, скажем так, получается. Понятно. Но, разумеется, измерение НТА до, после, разумеется, измерение ДОС на всех этапах, оно производится. Это, да. И, конечно же, озвучивание, то есть кавитация, да, то есть кавитация, она вообще используется для разрушения мембран. И, соответственно, ну, как бы это, ну, понятно, но тогда нужно совершенно четко и внятно… Ничего из них там не выбрали? Не-не-не. Как бы, ну, я просто конкретно на эту вещь не обратил внимания, ну, наверняка это все. Спасибо большое. Это такая работа вызвала. Азиаташа, можно еще последний вопрос? Вы не задавались задачей вообще посмотреть циркуляцию, что там происходит, как быстро вообще уходит все это? Это он сразу в ткани? Нет. В смысле, задавались, но там точно нужно все, вот, как правильно коллеги говорят, нужно количество провести очень подробную вещь. У меня пока что вот на этих вещах достаточно, ну, какие-то качественные вещи хорошо видны, количественно пока плывем. Мы над этим работаем. Выведение, вот смотрим, на 12 часах, плюс там специфика работы конкретно, с конкретной меткой конкретно в наших условиях тоже, у меня больше чем там 16 животных, я за раз вместил эксперимент не могу просто потому, что у меня статистика упадет по ЦП. Возможно, у нас там через месяц появится новый йод, я смогу, соответственно, там другую статистику и, соответственно, более подробные точки смотреть. К сожалению, на каждом этапе нужно разбирать животное. Был бы ПЭТ, было бы поинтереснее, конечно. Ну, вообще, это как бы такая востребованная информация, всем интересно, куда они там деваются при внутривенном введении, поэтому надо какую-то такую довести почти до идеала, наверное, методологию, а потом уже… Разумеется. Ну, еще раз, там не только меч и не йодом, там режим введения, конечно, нужно отрабатывать, потому что в ЖКТ пролетает это все мгновенно. Ну да. Спасибо большое. Да, конечно. Спасибо. Спасибо большое.